Тысячи саженцев, работа идет быстро и слаженно, несмотря на погоду. Ева Хамчива в подобной акции принимает участие впервые, но справляется неплохо. Главное, признается девушка, быть осторожным. Сажать надо, не повредив корни. Сегодня я впервые в жизни посадила дерево. Это была моя давнишняя мечта. Не думала, что так скоро она осуществится. Я планировала уже в зрелые годы посадить дерево. А так, сегодня нам сказали, что будет проходить акция, сад памяти. Конечно же, я согласилась принять участие, не раздумывая. И очень рада, что у меня получилось осуществить свою мечту. 27 миллионов живых памятников, солдаты и мирные жители, узники концлагерей и жертвы блокады Ленинграда. Сад памяти про каждого из них. Это они пережили 4 года боли, голода, потери и ужаса. Сегодня дань памяти и уважения дают участникам Молгобегской оборонительной операции. В масштабной акции принял участие и председатель правительства Ингушетии Владимир Сластенин. Здесь были сильные боевые события. И наша молодежь должна помнить об этом, чтить память этого. Ну и, конечно, каждый после себя оставит это дерево. Это будет его память в его жизни. Будут рассказывать своим потомкам, как они зажали когда-то эти деревья. Чем больше зелени у нас будет, тем лучше в республике. Леса нужна нам, нужны парки. Работники министерств и ведомств региона, сотрудники муниципалитета, волонтеры, студенты. Сегодня здесь все равны. Сажают деревья двух пород – Ясеня и Теполя. Место тоже выбрано не случайно. Поблизости находится Геоглиф – Лес Победы. Наверное, не будет ни одного дома в нашей республике, даже в России в целом, чтобы не было семьи, участников Великой Отечественной. И мы обязаны чтить память, в том числе и вот таким акциям, как сегодня. К радости участников акции рытьям и никому не пришлось. Все сделала техника. Саженцы для акции тоже выбирали не случайно. Ясень хорошо очищает загазованный и запыленный воздух, что очень важно при посадке вблизи трассы. У меня тоже в свое время призвался и пропал без вести дядя, который Гулию Ахмед Кожиевич призвался и воевал. И где-то в 42-м году он пропал без вести. До сих пор от него нет никаких вестей, неизвестно, где он, когда он. Вот поэтому в память об этом человеке я тоже решил принять участие и посадить вот это вот дерево. Акция «Сайт памяти» стартовала в России 18 марта. Ее цель – создать зеленый памятник каждому, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. В этом году акция посвящена 80-летию начала Великой Отечественной. Всего в Ингушетии планируется высадка 55 тысяч деревьев. Как мы знаем, в ходе Великой Отечественной войны участие на разных фронтах принимало больше 20 тысяч наших соотечественников. Больше 6 тысяч из них, к сожалению, не вернулось. И вот память о каждом ушедшем на фронт наших соотечественников, кто отдал свои жизни на полях войны, мы решили посадить антисаженцы. Дальше продолжим акцию на следующей неделе уже в сельском поселении Датых. И по указанию главы у нас в этом году будет построена хорошая дорога. Будем возрождать наше село. И есть указание главы, что мы посадили там в следующую очередь. Посадить саженцы – только полдела. За ними нужен бережный уход. Тем более высаженные ранее весной лучше приживаются. Участники надеются, что их пример будет заразителен. В общем, принять участие в акции может любой желающий. Для этого нужна пара перчаток, лопата, ну и, конечно же, желание. Сделать это можно будет уже в следующую субботу. Хава Гагиева, Рамзан Зурабов, Новости 24.